МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Петр Горохов. Вы смотрите итоговую программу «Седьмой вечер». И прямо сейчас о том, что происходило в течение недели в нашем районе, в Московской области и в стране. В нашем районе с размахом отметили 216-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Празднования продолжались два дня, 6 и 7 июня. По традиции официальный старт торжествам был дан в усадьбе Веземы, которую поэт посещал в детстве. Для гостей праздника была подготовлена насыщенная культурная программа в рамках первого международного литературно-музыкального фестиваля имени Александра Сергеевича Пушкина. Зафункционирует в ближайшее время детский центр творчества, туристко-информационный центр, парковка. Глава района обещал в этом году найти инвесторов по строительству мини-отеля. Поэтому все здесь делается для того, чтобы это место было культурной, исторической и духовной доминантой Московской области. Глава Денцовского района Андрей Иванов также принял участие в народных гуляниях. Осматривая старинные окрестности, он посетил церковь преображения Господня и даже попробовал себя в роли звонаря. В этот день, гуляя по зеленым и цветущим аллеям музея-заповедника, можно было бы повстречать героев из произведений великого поэта. Здесь все словно в сказке. Глядя на ряженных персонажей, сразу вспоминаются знакомые с детства строчки. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, три девицы под окном пряли поздно вечерком. Карнавал продолжился выступлением джазового ансамбля. Для самых маленьких гостей праздника открылась чайная Арина Родионовна с ватрушками и самоваром. Кроме того, все желающие смогли посетить экскурсии по залам дворца, а также поэтические чтения. Возле памятника поэта открылась выставка рисунков. Своя работа на пушкинскую тематику представили дети со всей России. По замыслу организаторов, каждый посетитель детского вернисажа мог забрать приглянувшуюся работу на память. Вот эти рисунки, которые вывешены сейчас на интерактивных площадках, рисунки детей. Сзади можно посмотреть адреса, и каждый желающий может связаться с ребенком, и даже сделать ему какой-то подарок. Впечатлений масса от того, что все сделано с большим изяществом и с большой выдумкой. Но самое главное, сделано с душой. Ближе к вечеру всех гостей пригласили к главной сцене, где прошла церемония закрытия 12-й международной олимпиады по русскому языку. Она была организована на базе Московского института имени Пушкина. Победителями стали школьники из Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы и Кыргызстана. В качестве приза они получили документы на право бесплатного обучения в российских вузах. Мне кажется, до этого 11 олимпиад, проходящих не в Подмосковье, и финал, проходящий не в Пушкинском музее-заповеднике, это неправильно. Я хотел бы предложить идею, все следующие финалы олимпиады по русскому языку проводить здесь, в Пушкинском музее-заповеднике. Кто за? Первый международный Пушкинский фестиваль продолжился концертом с участием звезд эстрады, артистов Большого и Мариинского театров, а также Московской государственной консерватории имени Чайковского. Еще одно место, тесно связанное с именем великого поэта – Захарова. В этом году исполнилось 210 лет с того момента, как шестилетний Саша впервые приехал на отдых в это село к своей бабушке Марии Алексеевне Ганнибал. Гуляния в честь поэта проходили 7 июня на Захаровской поляне. В первое воскресенье июня все дороги почитателей творчества Александра Пушкина вели в Захарова. В этом году исполнилось 216 лет со дня рождения поэта. Хотелось бы пожелать людям получить удовольствие, пообщаться, максимально приблизиться к творчеству Пушкина. И это наша основная задача, чтобы ощущение праздника сохранилось не только на этот день, но и на последующую, как минимум неделю, чтобы вспоминали, говорили, как было здорово, вот именно там, в Захарова. Пушкинский праздник на Одинцовской земле всегда удивителен и неповторим. Звонкоголосые фольклорные ансамбли, хоры русской песни без приглашения устроили пиршество русского духа. Яркая искрометная команда культурно-досугого центра «Молодежный» созвала всех в единый хоровод. Рядом участники праздника вспоминают старинную игру пушкинских времен «Веревочка». Ее организаторы приехали из Москвы. Для желающих помириться силой и ловкостью возможности не ограничены. Любовь Совкова из Красногорска привезла уникальную коллекцию деревянных сувениров. Это не хохлома, а это мизень, это север. Эта роспись выполнялась в устье реки Мизень Архангельской губернии. И вот в 2014 году я участвовала в конкурсе «Русь мастеровая» от Московской области. И попала в четверку специальный диплом. Пронзительный звон колоколов – сигнал к началу торжества. Уважаемые гости нашей поляны Захарова, разрешите мне от имени главы Одинцовского муниципального района Андрея Иванова поприветствовать вас на красивом и замечательном празднике. Друзья мои, хочу вам сказать, что вам всем несказанно повезло. Ведь именно сегодня мы отмечаем 210-ю годовщину со дня приезда маленького Саши Пушкина в Захарова. И вы все к этому сопричастны. Вы дышите этим воздухом, выходите по этим полянам. Сегодня для вас много нового и интересного. Большой праздничный концерт открывает Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под руководством Андрея Балина. У микрофона заслуженный артист России Сергей Шеремет. Я вас любил так искренто, так нежно. Как дай вам Бог, любимой быть, другим. Далее венок признания в любви Пушкину создавали солисты Светлана Синякова, Катерина Нефедова и поэтические преемники поэта. Луч сыпал в воду самоцветы, бриллиантами сверкала гладь. В Захарова стеклись поэты, чтоб почесть Пушкину отдать. Обойти в этот день все творческие площадки было невозможно, как невозможно было не поговорить с бронзовым Пушкиным. Молодой человек приехал из Оренбурга, где поэт собирал материал о Пугачеве для повести «Капитанская дочка». Но от волнения арт-объект все забыл. С памятью у старика с неводом и золотой рыбкой в руках было лучше. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, богиня чистой красоты. Более ста детских коллективов приехали в Захарова с концертными номерами. Премьерой в этот праздник стало открытие поляны сказок. К сказкам поэт обратился уже в зрелом возрасте. Литература веда считает, что именно сказки няней стали основой его творчества. Он восклицал, что за прелесть эти сказки, каждая из них – поэма. Заслуженный деятель искусств Гидамина Старанда с самодеятельными артистами коллектива «Огонек» Веденского дома культуры поставили сказку о попе и работнике его балде. Зрители, прежде всего дети, получили массу удовольствия. Ведь этот праздник на самом деле получился народный. Посмотрите, 40 лет люди сюда приезжают. Они знают, что именно первое воскресенье июня, 6 числа, здесь было много народу, и все спрашивали, а когда же будет праздник? А те, кто сюда приезжает в 40 лет, приехали сегодня. Потому что вот такой праздник сделали в Захарово. Я считаю, что это очень здорово, потому что сюда приходят от мала до велика. И площадки сегодня вы видите совершенно для всех. И от маленьких до взрослых. И сюда приезжают и много актеров уже приехали. Я сегодня видел вообще 5 моих друзей из драматических театров, из оперного театра, которые приехали сюда со своими детьми, чтобы вот именно получить это удовольствие от Пушкинского праздника, что очень важно. На огромной площади в 4,5 гектара раскинулась Пушкинская усадьба. Обустройство этого пространства требует больших финансовых и временных затрат. Но то, что Захарова вошло в губернаторский проект парки Подмосковья, вселяет надежду, что уже через год на очередной Пушкинский день Поляна Поэта станет еще краше. От новостей культуры к новостям экономическим. Очередное заседание комиссии по борьбе с должниками провел глава Одинцовского района Андрей Иванов. На встречу были приглашены руководители компаний и учреждений, которые имеют крупные налоговые задолженности в бюджеты всех уровней. Разговор шел эмоциональный и не всегда приятный. Начиная встречу, Иванов напомнил, что на сегодняшний день в районе сложилась непростая ситуация. В консолидированный бюджет Московской области местные налогоплательщики задолжали свыше 3 миллиардов рублей. Вы вас пригласили для того, чтобы понять, ощущаете ли вы эту сумму задолженности, есть ли у вас такое понимание, как и в какие сроки хотите погасить, что вам нужно, в том числе от нас, от власти, от района, для того, чтобы вы смогли это сделать. Где мы можем подставить плечо, если такая есть необходимость. Но, к сожалению, не все отнеслись к приниманию к просьбе районных властей предоставить комиссии платежные поручения или графики погашения долга. Из 14 приглашенных на беседу представителей компаний в администрацию пришли только 7. Вместо конкретных результатов наложники лишь обозначили причины, по которым они не платят. Так, главный бухгалтер Федерального государственного учреждения клинический санаторий Барвиха доложила о том, что задолженность по налогам в размере 17,5 миллионов рублей связана с сокращением субсидий от государства. Такие статьи, как налоги на имущество и прибыль, нам все время финансировались полностью. В этом году на 20% уменьшилось финансирование. По итогам обсуждения комиссия пришла к выводу, что ФГУ не предпринимает каких-либо заметных шагов по погашению долга и пытается переложить в себя ответственность. Никогда не будет у вас субсидий на уплату налогов, вы же понимаете. Вы можете сократить и оптимизировать свой бюджет, избавиться от лишних расходов. Тогда вам на все будет хватать. Еще должники ссылались на проблемы с недопросовестными управляющими компаниями, которые в свою очередь не гасят долги. Например, представители в НИИСОКа доложили о том, что их задолженность по налогу на имущество в размере 4,5 миллионов рублей образовалась из-за основного арендатора КТТ Дубки. КТТ Дубки в свою очередь объясняет, что управляющая компания уже много месяцев не перечисляет совсем денег, соответственно, они нам аренду не платят, что привлекалось уже все контролирующие органы, и вопрос этот никак не решается. Мы со своей стороны документы готовим в суд, другого у нас нет решения. Андрей Иванов подчеркнул, что если должники ничего не предпримут для того, чтобы ликвидировать долги перед государством, то следующие встречи уже будут проходить в суде. Всем компаниям необходимо предоставить план погашения долгов к 10 июня. Если после 10 июня задолженность погашена не будет, наши юристы будут выходить в суд, будет в суде, и в судебном порядке будет бесконечисляться. Глава отметил, что выжидательная позиция предпринимателей, которая надеется, что все разрешится само собой, изначально неправильная, и долги придется отдавать в любом случае. Как правильно управлять многоквартирным домом? Что ремонтировать в первую очередь, а что может и подождать? Как строить отношения с управляющей компанией? На эти непростые вопросы можно получить ответ. Для этого в Одинцовском гуманитарном университете открыли курсы специальной подготовки управдомов с символическим названием «Город учит город». Наш район вместе с Лобней стал одним из двух пилотных муниципалитетов Московской области, где стартовала не совсем обычная образовательная программа «Город учит город». Она адресована управдомом и старшим советов многоквартирных домов. По словам главы района Андрея Иванова, именно собственники помещений должны решать самые принципиальные вопросы обслуживания и ремонта их жилья. Сам собственник жилья, настоящий хозяин дома, он каждый день сталкивается со своим подъездом, с детской площадкой, с дворовой территорией, знает каждый уголочек своего двора и той местности, в которой живет. Поэтому именно жильцы, которые каждый день с этим сталкиваются, и должны управлять этим хозяйством. Сфера ЖКХ плотно переплетается с другими отраслями городского хозяйства. И от того, насколько хорошо люди в ней ориентируются, зависит их собственный комфорт и безопасность. Курс обучения рассчитан на 130 часов. По окончании для каждого слушателя – дипломная работа по своему собственному многоквартирному дому. Многие, как правило, знают свой дом через парадную лестницу, лифт и все. А вы побываете в подвале, на чердаке, поймете, что такое специальные инженерные коммуникации, такие как дымоудаление, противопожарная автоматика и так далее. Побываете на ресурсоснабжающих предприятиях, для того, чтобы понять, что такое коммунальный ресурс, как он превращается в коммунальную услугу и так далее. Первый набор состоит из 25 студентов. Преподавательский состав – из 35 человек, среди которых сотрудники городской и районной администрации, представители коммунальных служб и управляющих компанией, МЧС и даже полиции. Глава района подчеркнул, что от прилежания и успехов первого набора будет во многом зависеть будущее всего обучающего проекта. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово». Глава района Андрей Иванов провел очередное заседание муниципального совета. Основной темой обсуждения стало благоустройство Одинцовского района. О проблемах и путях их решения говорили на примере города Одинцово. Перед началом заседания участники встречи, руководители районной администрации, главы поселений, осмотрели несколько объектов. Какие, расскажет Анна Макарова. Сначала участники муниципального совета посетили детский сад номер 23 на улице Верхнепролетарская. Он открылся в прошлом году. Ухоженная территория, безопасные современные площадки, везде резиновое покрытие. Есть даже небольшой огород, на котором малыши сами выращивают овощи. Внутри просторные игровые спальни, музыкальные и физкультурные залы. Была идея и задумка, которую мы воплотили в жизнь. Это комната, в которой могли бы собираться родители, ждать своих детишек, тоже получать некую эмоциональную разгрузку после рабочего дня или там утром, когда отстояли в пробках и привезли детей. Особая горлость персонала – бассейн. Он большой, и дети в нем могут не просто плескаться, а научиться плавать. За год выявились и недочеты, допущенные в строительстве. В некоторых местах на внутренние отделки пошли трещины, которые глава потребовал устранить. Следующая точка маршрута – центральный Одинцовский рынок. Здесь участники выездного совещания посетили павильоны «Крымское подворье» и «Подмосковные фермы». Оба магазина открылись в этом году и уже завоевали любовь покупателей приемлемыми ценами и богатым ассортиментом продукции. Фрукты и овощи, колбасные и мясные изделия, чай и сладости, орехи и мед, рыба, консервы и соленья – все свежее и натуральное. Если вы хотите сделать простоквашу, вы его просто на ночь оставляете, и получается настоящий простокваш практически как сметана. Я просто саму уже несколько раз права. В холодильнике трое суток. Без холодильника... А потом, хорошо, товар, который не за эти трое суток, вы не смогли продать? Мы возвращаем поставщикам. А поставщик опять прогоняют? Да, соответственно, молоко из этого получится еще замечательный творог, который они опять же нам поставили. Недалеко от павильонов – торговый центр «Одинцовский Арбат». А в нем – стационарный офис Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Глава проинспектировал и его. Несколько месяцев назад он уже был здесь вместе с губернатором региона и за жалоб жителей на работу центра. Однако ситуация особо не изменилась. Сейчас нужно ждать, конечно, не очень. Условия вроде неплохие, но сейчас долго. Условия хорошие, так сказать. Может, что-то не успевает. Может, еще что-то нет, работа на них там какая-то система. Как раз вводим налаживание, то есть, каждый день проверяем работу. Будет лучше, будет минут 15. Дай Бог. А пока обслуживание затягивается. Информационные терминалы зависают, автоматы по продаже еды и напитков грязные, а цены на товар завышены. Глава района пообещал наказать руководителей МФЦ. Следующий пункт назначения – лыжероллерная трасса. Ей предстоит стать одной из главных спортивных точек притяжения для всей Московской области. Здесь разместились детская лыжная школа, раздевалки, пункт проката и уютные кафетерии. Но основное развитие трассы еще впереди. Также у нас появится множество зон отдыха. Все эти зоны будут соединяться специальными тропинками удобными, прогулочными для мам, для мам с колясками, для детей, для тех, кто хочет погулять. Тропинки будут подсвечены. Появится набережная удобная со скамеечками. Появится сборный деревянный велотрек 150 метров с разными препятствиями. В этом сезоне посещаемость трассы выросла в два раза. К следующей зиме ее должны оборудовать освещением и сделать еще удобнее для любителей спорта. После объезда Одинцова участники отправились в волейбольно-спортивный центр на заседание муниципального совета. Перед входом в комплекс их встретил заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов и выставка коммунальной техники. Образцы многофункциональных машин преимущественно российского производства можно было не только посмотреть, но и протестировать. Андрей Иванов начал заседание муниципального совета. Формат муниципального совета исключительно практический. Это не конференция, не дискуссия на конкретно заданную тему. Это реальная практическая работа, которой мы с вами занимаемся. И все выработанные решения, которые прозвучат на муниципальном совете, будут завестены в протокол. Из них мы, соответственно, создадим, сгенерируем поручения с конкретными сроками, с конкретными исполнителями. Глава подвел итоги инспектирующей поездки. Так, по его словам, промзона города Одинцова со стихийной рекламой, шиномонтажами и мусором нуждается в немедленном благоустройстве. Также Андрей Иванов озвучил свое решение, принятое в ходе инспекции МФЦ. Нужно сегодня уволить директора МФЦ, прям уволить в жесткой форме, за систематическое неуполнение поручений главы. Высокой оценки удостоились павильоны в Одинцовском подворье. Это некий пока эталон того, что мы хотели бы добиться от наших рынков, от мелкооптовой и розничной торговли. Вот такого вида павильоны мы будем строить, и в ближайшее время первые уже аналогичные проекты появятся на Рублево-Успенском шоссе. Цель и задачи в сфере благоустройства Московской области обозначил замминистра по ЖКХ Алексей Беловодов. Он отметил, что закон о благоустройстве должен быть настольной книгой для каждого главы. В Одинцовском районе пройдет комплексное благоустройство дворовых территорий. У нас их 446. До 1 октября облик 59 дворов планируют провести в порядок в соответствии с нормой. Дмитрий Ольховик отчитался о прошедшем полугодии, в том числе и субботниках, которые прошли в Одинцовском районе весной. Мы массово начали облагораживать лыжно-ролевую трассу. И это был первый субботник в Московской области вообще, который состоялся в то время. Мы провели 4 субботники на лыжно-ролевой трассе. Я думаю, что это стало хорошим почином. Мы провели огромную работу, мы выливали общественные организации, молодежные. И это имело большой резонанс. Начинать нужно с себя, с порядка в собственном дворе. И этот посыл, я уверен, жители нашего района и города услышали. В 2015 году в поселениях района появятся 42 детские площадки. А в качестве текущей задачи Ольховик назвал создание муниципальных бюджетных учреждений, городских и сельских поселений для осуществления работ по современному благоустройству. Андрей Гаврилов, советник главы Одинцовского района, познакомил участников совещания с граффити и современным стрит-артом. К 70-летию победы в Одинцово был реализован десяток работ. Унылые старые здания, заборы и технические сооружения – это база для хорошего граффити. Сейчас в Одинцово мы стараемся максимально высоко поднять планку работы. Мы стараемся задать определенный уровень. Все вы знаете о том, что Одинцовский район становится самым передовым районом по теме граффити Московской области. Мы занимаем призовые места в конкурсах. У нас отмечает губернатор, общественная палата. Закончилась встреча докладом главного архитектора района Кирилла Завражина. Он рассказал о новом облике предприятий розничной торговли и представил концепцию развития пешеходных улиц на примере улицы Маршала Неделина в Одинцово. Наплыв мигрантов из южных стран стал одной из главных проблем крупных городов нашей страны. По последним данным Федеральной миграционной службы, на территории России находятся более 3,5 миллионов нелегалов. В связи с этим в администрации с работодателями района обсудили вопрос привлечения мигрантов к законному труду. Каким выводом пришли в ходе совещания узнала Мария Подъепольская. Получение трудового патента на иностранного специалиста без волокиты и переплаты – мечта любого работодателя. На встрече с предпринимателями, представители Управления Федеральной налоговой и миграционной служб, Комитета по труду и занятости населения Московской области, Единого миграционного центра, а также районной администрации. Таким серьезным составом сотрудники Управления собрались с одной целью – помочь работодателям в легализации иностранных рабочих. И совсем недавно вице-губернатор наш Губернатор Альдар Нурлович собрал совещание с главой муниципальных образований и поручил оказать вам помощь в получении и упрощении процедуры получения трудовых патентов. Председатель Комитета по труду и занятости населения Московской области Михаил Каратаев обозначил позицию подмосковного правительства. Разрешение на работу для мигранта не должно быть предметом торга. С рынка уходят перекупщики, предоставляющие услугу за баснословные деньги. Сегодня вся ответственность за получение разрешительного документа лежит на самом иностранном работнике. Обязанность работодателя при заключении трудового договора направить соответствующее уведомление в Федеральную миграционную службу. С 1 января 2015 года вступили в силу поправки к федеральному закону о правовом положении мигрантов в Российской Федерации. Согласно документу, иностранный работник, въезжающий в Россию, обязан в течение 30 дней приобрести патент, для получения которого ему необходимо сдать экзамен по русскому языку и истории, пройти медицинское обследование и произвести авансовый платеж в размере 4000 рублей. В Красногорске существует единый миграционный центр, в котором можно пройти все этапы получения патента в течение одного рабочего дня. У нас в едином миграционном центре в Красногорской области созданы все условия для работодателя, для того, чтобы они быстро, легко, удобно оформили патент на своего иностранного гражданина, своего сотрудника. У нас есть принцип единого окна, то есть вам не нужно бегать, беспокоиться для того, чтобы сдать документы в единый миграционный центр. Приходите к нам, садитесь в одно окошко, консультант дает вам грамотную консультацию, принимает первичные документы, производит расчет. Как отметил председатель комитета по труду и занятости населения Михаил Каратаев, единый миграционный центр в пиковые месяцы обслуживает свыше миллиона иностранных граждан. Для облегчения процесса оформления патента решено провести необходимые процедуры на местах. Для этого в ближайшее время в центре занятости населения, расположенном в Одинцово, пройдет единый день приема документов на оформление патента с участием представителей всех профильных управлений, а также сотрудники единого миграционного центра проведут выездной прием для иностранцев, работающих на территории Одинцовского района. Работодателям также интересовал вопрос продления патента. Для этого, отметили специалисты, работнику необходимо произвести своевременную оплату существующей пошлины, а работодателю контролировать платежи. Ничего личного, только бизнес. Общественная приемная, уполномоченная по защите прав предпринимателей Московской области, торжественно открылась в нашем районе. Она расположилась в городе Одинцово в доме номер 5А по улице Верхнепролетарской и стала в Подмосковье уже 21-й по счету. В Одинцовском районе немало организаций, занимающихся поддержкой предпринимателей, но их работа носит скорее рекомендательный характер. Лишь у уполномоченного по защите прав предпринимателей есть реальные рычаги воздействия на возникающие ситуации. Считаю, действительно необходимо. Мы готовы в тесном сотрудничестве взаимодействовать и с уполномоченным по правам предпринимателей, и с теми предпринимателями, которые сюда будут приходить, и, соответственно, нам этот посыл будет транслироваться на администрацию. Мы постоянно общаемся с бизнесом. Как вы знаете, этот год, 2015 год, в Российской Федерации идет под лозунгом поддержки частной инициативы. И все мы знаем прекрасно, что в любое кризисное время именно на малый и средний бизнес опирается экономика. Именно малый и средний бизнес дает те рабочие места, которые необходимы экономике стране, и пополняет казну. К сигналам из этой общественной приемной местная власть намерена прислушиваться самым серьезным образом. Я хочу поблагодарить Андрея Робертовича за ту поддержку, которую мы чувствуем. И даже, конечно, сегодня, когда мы обсуждали всю эту проблематику, что греха таить. Действительно, сегодня с бизнесом, с ведением бизнеса, с его открытием есть проблемы. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Поэтому нам очень приятно, что есть предприниматели, которые занимаются не только своим бизнесом, мы готовы тратить силы, ресурсы, энергию на решение в целом проблем здесь, в городе, в районе, вообще в Московской области. После открытия приемной в Одинцовском волейбольном центре прошло заседание круглого стола с участием предпринимателей, представителей органов местной власти и контрольно-надзорных организаций. Здесь было отмечено, что представители уполномоченного по защите прав предпринимателей будут не только реагировать на нарушения, допущенные в отношении бизнеса, но и помогать желающим в организации и развитии собственного дела. Я считаю, что мы являемся посредниками между нашими местными властями и вот теми органами, которые существуют в области и в Российской Федерации. Сами мы предприниматели, работаем там не одно десятилетие. Мы знаем, какие проблемы возникают у нас в районе, да и в стране. Поэтому эти проблемы общие. Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Одинцовском районе будет открыта по рабочим дням с 9 до 18 часов. Рост задолженности управляющих компаний Подмосковья и требования к прозрачности расчетов за коммунальные услуги привели к появлению Московского областного единого информационно-расчетного центра. Одним из результатов его деятельности стала разработка единого платежного документа. Представители центра провели пресс-конференцию и ответили на ряд вопросов одинцовских СМИ. На сегодня уже заявлено несколько задач, которые поможет решить единый информационно-расчетный центр. Среди них выделяют минимизацию расходов на работу с потребителями и расширение сервисных возможностей. Тем не менее, остается множество открытых вопросов. Так, жители района волнуют проблемы страхования. Многим до сих пор непонятно, включена ли эта услуга в обязательные платежи. Мы по муниципальной управляющей компании Одинцовского района уже выпустили единый платежный документ. И как вы озвучили, там есть вопросы, связанные с добровольным страхованием. Естественно, если жители не хотят страховаться, они оплачивают сумму меньшую на сумму добровольного страхования. Развитие Мособл ЕИРЦ привело к созданию унифицированного платежного документа. Именно он является единственной законной квитанцией на оплату коммунальных услуг. Оплатить счет возможно множеством способов, в том числе и через банковские терминалы. У нас есть заключенные договора со всеми практически крупными банками, представленными в Одинцовском муниципальном районе. Самый, наверное, крупный здесь партнер – это Московский кредитный банк, который в рамках договора уже имеет 130 точек приема платежей. Эти адреса у нас указаны на сайте, также на сайте Московского кредитного банка. Вы эти терминалы можете найти в шаговой доступности к вашему дому. Сроки доставки единого платежного документа по Подмосковью одинаковые до 5 числа следующего месяца. В том же случае, если квитанция по каким-то причинам не дошла до адресата, расстраиваться не стоит. В принципе, вы можете с помощью личного кабинета произвести оплату даже без единого платежного документа, потому что он по факту у вас есть визуально на вашем экране. Поэтому каждый для себя способ выбирает. Если не получили, обычно население, когда не получает единый платежный документ, они приходят в офис, берут просто там дубликат. Для развития сервисных возможностей руководство компании планирует дальнейшее расширение деятельности. В каждом микрорайоне предполагается открыть дополнительные офисы с обслуживанием населения. Мы привыкли, что из трех составляющих, быстро, качественно и дешево, можно выбрать только две. Похоже, ситуация меняется. По крайней мере там, где речь идет о предоставлении государственных и муниципальных услуг населению. Скоро можно будет смело объединять все три этих наречия. Выездное расширенное заседание сразу нескольких комитетов Московской областной думы прошло в администрации Одинцовского района. Подмосковные парламентарии, представители региональных органов государственной власти и местного самоуправления обсуждали, как оптимизировать работу многофункциональных центров предоставления услуг населению. Сегодня все большее число государственных и муниципальных услуг оказывается населению через сеть специализированных многофункциональных центров. Одна из первоочередных задач – внедрение и отработка в Подмосковье единого стандарта в организации деятельности МФЦ. Участники заседания отмечали необходимость улучшать технологию работы центров, увеличивать ее доступность и прозрачность для населения. Человек, причем неважно кто он, просто гражданин, который решает свою насущную проблему, или это предприниматель, у которого есть проблемы к своему бизнесу, должен прийти в государственной власти, в благо местного самоуправления два раза. Первый раз для того, чтобы заявить о своей проблеме, и второй раз для того, чтобы получить ответ. Основные сохраняющиеся проблемы – соблюдение сроков оказания услуг, перекладывание на людей обязанностей по сбору документов, отсутствие электронного взаимодействия между муниципалитетами и государственными структурами. А ведь именно для устранения этих проблем и создавались многофункциональные центры. Использование в цепочке МФЦ позволит нам, как мы считаем, автоматизировать все. И что самое главное – увидеть в электронной системе, когда документ зашел, где он находится в данный момент времени, где застрял, и поэтому мы сможем реагировать. Ряд очень востребованных у населения услуг уже оказывается через МФЦ. На очереди отработка вопросов, связанных с земельно-имущественными отношениями. Для этого подготовлены типовые регламенты. Сейчас они проходят согласование с муниципалитетами в семи пилотных районах, среди которых и наш – Одинцовский. Новые услуги начнут оказывать с 1 июля. Наш проект по оптимизации услуг на базе МФЦ выходит на проектную мощность. У нас в настоящий момент действует 67 МФЦ от конца года в соответствии с поручением губернатора больше 90. И назрела необходимость, ну, динамику услуг вы тоже можете посмотреть. Количество обращений растет стремительно в МФЦ. Люди узнали об этом институте. Более того, с учетом того, что у нас есть поручение губернатора практически все услуги, если это не запрещено законом, переводить на базу МФЦ. Перед областью стоят непростые, но решаемые задачи. Довести уровень доступности услуг МФЦ для населения до 90%, качественно улучшить работу с маломобильными группами людей, повысить информированность получателей услуг о возможностях МФЦ. Сегодняшний седьмой вечер подошел к концу. О главных событиях новой рабочей недели вы сможете узнать из наших ежедневных выпусков новостей. О итоге предстоящих семи дней мы традиционно подведем в нашей программе в следующее воскресенье. До встречи на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»!